Всем привет! Меня зовут Никита Хрипач и это программа What's Cooking Good Looking, где я встречаюсь с русскоязычными людьми, которые живут в Нью-Йорке, занимаются своим любимым делом, делают жизнь вокруг себя интереснее и лучше. Эти люди вдохновляют меня, поэтому мне хочется рассказывать про них. Сейчас я иду на встречу со своей самой первой гостью Юлией Кравец. Юлия переехала в Америку, когда я была 10 лет вместе с семьей, обосновалась здесь и спустя несколько лет в прошлом году она открыла первую полностью веганскую блину в Нью-Йорке Little Chop Apothecary. Это уникальное место с точки зрения еды, все высочайшего качества, огромное количество gluten-free опций. Готовят они преимущественно из локальных и органических продуктов. Также там очень приятно находиться, очень уютно, просто не хочется туда вылазить. О том, как Юля открыла свою блинную, как она сама пришла к веганизму и какие советы она может дать начинающим бизнесменам, мы будем с ней сегодня разговаривать. Еще я очень надеюсь, что Юлия научит меня готовить свои фирменные блинчики. Ну что, я готов? Вперед. Значит так, у нас тут масло находится. Нам надо помазать масло. Масло? Флакси. Флакси масло. Вот. Потом берем... Тесто. Тесто. Так, тесто веган и глутен-фри. Веган и глутен-фри. Да, конечно, но никогда не лишнее помнить еще раз. Итуда мы делаем с тестом? Тесто мы делаем из тофу. И у нас еще мука разная, глутен-фри. Баквейн? Нет, у нас с орган, рис, картофельное и эрррит, такой корень. А ты сама цитовала рецепт теста? Да. И сколько тебе требовалось времени, чтобы came up with it? Пару месяцев. У меня папа очень... patient. Я ему... Ты на него тестировала, да? Да. Он такой... Ммм, немножко сольки. Нет, он не... Такое смешно... Смешно. В центре. Снимай и сразу двигаться. Мне кажется, что он влитит. Вот сюда. Почему? Вот так вот, поднимаешь? Да. А пока он будет завариваться, я буду тебя спрашивать вопросы. Вопросы несколько дурацкие, я сразу предупреждаю его. Так, все, начнем. Выдохнули. Выдохнули. И поехали. Коалы или дельфины? Дельфины. Кого больше больше, клоунов или пауков? Пауков. Твой любимый десерт? Торт. Вот у вас место полностью веганское, ты как сама вообще пришла к веганизму, ты же тоже веган, да? Веган. С 15 лет я была моделью, и мне надо было, ну, для работы to stay in shape. Очень много читала про правильную диету, правильное питание. Ну, и я вышла на на веганскую диету, вот, и я продолжала учиться, читать, и я наконец-то посмотрела, увидела фильм, называется Earthlings. 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 Про, как, животных выращивают на питание, и это просто ужас. Ну, в общем, у тебя сошлись два, как бы, мнения. То есть, с одной стороны, для тебя здоровый образ жизни, и с другой стороны, в европейском образе, там, сыпатии животных. Да. Exactly. Тофу Ситан или Темпе? Темпе. Стала бы ты встречаться с человеком, который целуется со спритыми глазами? Нет. Кто, кто стал бы так? Кем бы ты хотела стать в детстве? Банделью. Окей. Ну что, сбылась. Что ты сейчас читаешь? The Art of Seduction. Юля. Брэд Пит или Жов Клуни? Брэд Пит. Сюда положили бейзл, вот сыр, томатный соус. Это все? Да. И вкуснятина получается. Минтезишки. Сырку. Мы можем, кстати... О, давай кокосового бекон положим. Вот это отличная идея. Расскажи мне про кокосовый бекон. Вот эту кокосовую стружку, что вы с ней делаете? Вы ее скопчите? Нет. Специально спайсник. Да. И где вы это делаете? В дехидрейторе или... Нет, прямо в овен. В овен, да? Да. В печи. Кокос на противень? Да. Посыпала... Посыпала вот этим самым, вместе с соусом. А чем ты при этом ссыпаешь? Какими приправами? Это секрет. Окей. Буду не нравиться скретно писать, я люблю эту тему. Твой guilty pleasure? Объедаться. Объедаться? Окей. Твое любимое мороженое вкус? Мача. Мача. Мача мороженое. Я никогда не ел. Агава кленовый сироп или стивия? Кленовый сироп. Какой вообще самый ваш iconic блин? Iconic. Если есть такой. Ммм. Я думаю, пицца и Nutella banana. То есть мы прямо выбрали это, что надо, да? Отлично. Теперь давай обжираться. Давай вот так вот. Это не люблю. Ну как? Инфигенно. Что было вообще наиболее сложным моментом для тебя в открытии лизовчок? Это был такой длинный процесс. Я начала планировать это лет пять назад. И знаешь, у меня просто была идея открыть место, где еда healthy и ингредиенты. Фу, я могу доверять всеми ингредиентам. Самое трудное, мне кажется, было, я сделала Kickstarter. Вот. И у меня не получилось. Я была сильно ambitious. С подружкой мы как бы на Facebook сделали такой смешной как бы форушью. Вот. И так увидел мой инвестор сейчас. Вот. И он увидел, что я промотаю. И потом встретились. Ему понравился мой концепт. И тогда он инвестор. То есть несмотря на то, что у тебя как Kickstarter компания провалилась, благодаря ней ты все равно нашла инвестора? Какой любимый суперфуд? Чья? Самое важное качество для бизнесмена или бизнес-лума? Пейшенс. Пейшенс, конечно. Ты когда не впалывала в оморок? Да. Твой главный источник вдохновения? Что это значит? Вдохновляешься ты чем? Inspiring. О! Елена. Елена. Отличный шеф. Если бы ты была животным, ты была бы? Тигром. Котята или щенки? Что? Котята или щенки? Кого предпочитают? Котята! Если бы ты советовала кому-то человеку, который хочет открывать свой бизнес? Рестораны, кафе, бизнес-лума, какие бы ты советы? Три главных советы дать этому человеку? Во-первых, я бы спросила, если им это нравится. Потому что это надо любить. Когда ты любишь, ты будешь patient, терпеливый. Много стараешься, у тебя получается. А чтобы стараться, надо это любить. Если ты бросишь, значит ты не очень хотел это в первом месте. Понимаешь? Хорошо. Любовь к делу, терпение и что-то третье. И любовь к learning new things. Вот ты мне сказала, что ты в 10 лет приехала, да? В Нью-Йорк. С семьей. Угу. Мы выиграли green card. Когда мне сказали, что мы переезжаем в Америку, у меня постоянно двойки были по английскому языку в Киеве. И я думаю, блин, я в русскую школу буду ходить, это никакого у меня английского, я не знаю. Потом переехала и за лето выучила английский, и все нормально было. Расскажи мне про дизайн. Ты сама делала дизайн? Да, да, да. И вот это одно из вещей, что я выучила сама, знаешь, Google SketchUp называется. Что такое Google SketchUp? Это 3D Design Program. Как только мы взяли это, ну, это место, я тут полдня все вымеряла, знаешь, и сделала модель 3D этого места. Если я хотела какую-то мебель, я померила, сделала, и всунула сюда, и в этой 3D модели, ну, как бы, двигала, как я хочу, как нормально будет. Какого цвета мои глаза? Голубые. Они серо-зеленые. Серо-зеленые? Пьем чай. Так, и пока мы пьем чай, расскажи мне еще вот про вот это дело, что здесь происходит вообще. Значит, у нас каждый месяц разные художники приходят и передизайнуют нашу стену. Ну что, за Little Choke, за успехи Little Choke. Спасибо тебе. Большое спасибо за интервью. Тебе. Очень приятно было с тобой пообщаться. Готовить блины, есть их, пить этот смолкий чай. Ты теперь готов у нас работать? Я готов работать. Да? Да. Завтра выхожу. Да. Спасибо, Юля. Спасибо, Юля. Мы были Little Choke Coffee Curry, 141 Хавемайер стрит, Уильямсбург, Бруклин. Заходите на блины, кофе, батрушки, сладости, печенье. Да. Все, что душа пожелает. Юлия Кравец, Никита Крепач. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok